привет друзья с вами любомир борода сегодня я хочу рассказать вам о том как сплести кулак обезьяны или monkey fist что это такое это такой девайс из паракорда девайс брелок в который вплетен металлический шарик моем случае этот шарик 1 и 8 сантиметра то есть 180 миллиметров в диаметре каким будет шарик в вашем случае это дело ваше главное правильно подбирайте витки чтобы они грамотно легли на ваш шарик для monkey fist существуют специальные станки вот у меня такого нет и я нормально справляюсь с плетением данного девайса просто на руках вот как я это делаю я вам сейчас покажу вот у меня есть отрез паракорда вот для того чтобы сплести кулак обезьяны достаточно полутора-двух метров паракорда можно взять больше тогда у вас будет возможность доплести какой-то интересный темляк или ланьярд к вашему шарику можно взять меньше тогда у вас получится ну какой-то там брелочек и такие вот дела я когда делаю такие вещи на паракорде не экономлю вот лучше так сказать взять больше чем потом переплетать вот соответственно с этой стороны который мы будем плести я взял полтора метра чтобы не было удобно вот с этой оставил примерно столько же вот но можно меньше вы увидите что куски останутся вот и собственно плету я это на ладони вот таким вот образом берем паракорд и делаем такие вот аккуратные витки аккуратные в моем случае их будет 4 так как для прохождения по моему шарику вот как раз четырех витков очень даже достаточно для того чтобы сделать интересный девайс вот собственно смотрите здесь я зашел между пальцами вот далее витки у нас уже пойдут вот таким вот образом то есть вот так это мы сейчас давайте я уберу один палец вот чтобы было у нас место побольше чтобы было понятно что мы делаем дальше дальше мы заходим на витки с этой стороны каким вот образом понятно да и делаем такие же четыре витка или сколько вы будете делать главное делать так чтобы витки были у нас все ровные ровные в плане один к одному лежали как спиралька и не путались не переплетались между собой вот вот здесь и также прошел четыре раза и теперь завожу на пятый оборот но не обматываю полностью я просто захожу в эту петлю вытаскиваю здесь из-под пальца для того чтобы витки у нас пошли уже вот сюда вот сюда под вот этим самым делом вот сюда уже можно вставить шар чтобы было удобней и едем вот сюда первый виток соответственно здесь опять можно уже палец ослаблять раз виток да вот тут у нас второй виток третий и четвертый на этом все наш девайс готов спасибо за внимание шучу вот дальше что мы делаем мы начинаем все это дело постепенно стягивать я стягиваю со стороны получается левой откуда начинал чтобы вот в эту сторону дать больше паракорда после того как мы все это дело подтянем понятно зачем то есть я беру здесь и значит вот начиная вот эту вот стропу тянуть главное не потеряться главное всегда затягивать все в одном направлении то есть вот мы за нее взялись и мы понимаем что мы идем верным путем сворачивать никак нельзя наперекуры телефонные звонки отвлекаться не рекомендую потому что можно запутаться и потом крутить его вот так вот взад вперед пытаясь найти откуда же мы начинали вот и идет вот такая вот утяжка я можно сразу затягивать сразу сильно уже до победного конца я стараюсь например в первый проход утягивать не очень сильно для того чтобы у нас все витки легли аккуратно грамотно были распределены вот а уже потом я беру таким таким же образом но делаю второй проход утяжки для того чтобы уже добить какие-то недотянутые моменты и не переживать о том что где-то мы очень сильно перетянули и теперь нам придется все проходить заново собственно я надеюсь что вы поняли о чем я сказал сначала идет утяжка просто плотная без затягиваний вторую утяжку мы уже делаем затягивая каждый виток как можно сильнее и плотнее к самому нашему шарику вот такие вот дела сейчас мы еще пока что делаем первый проход для того чтобы весь этот запас паракорда вывести наружу если неудобно брать ногтями то можно взять иголочку который вы пользуетесь при работе с паракордом и аккуратненько подцеплять кончики вот и дошел до конца и таким образом немножко как бы уже свел да теперь смотрите придаем ему форму он у нас уже такой плотненький в принципе клевенький но вот такие моменты я бы подтянул еще ну а дальше после того как мы все утянем вы здесь делаете какой-нибудь бриллиантовый узел еще какую-нибудь фельдеперстовую штуку и наплетаете ланьярд ставите какой-то карабин и пользуйтесь этой штуковиной как вам будет удобно сейчас я камеру выключу дотяну до конца чтобы показать вам может конечно так оставить и очень много фотографий в интернете это что делают именно вот вот так вот но лучше я покажу вам как это сделать по плотнее процедура тоже просто пройду ее еще раз так друзья вот я довел его до конца смотрите аккуратный клевый прикольный собственно кулачок вот далее как я вам уже говорил здесь вы можете сразу начать что-либо плести либо сделать какой-нибудь бриллиантовый узел как делать бриллиантовый узел я показываю вам ссылочку в этом видео вот и собственно на плести здесь уже темляк ланьярд как будет угодно вашей душе вот можно сделать вообще просто вот таким вот образом да давайте попробуем что-нибудь запиндюрить блин большой кусочек я взял паракорды лучше перебздить чем недобздить как говорится вот собственно такая вот фигня на этом все вот спасибо за внимание что досмотрели этот ролик до конца вот надеюсь что никакой сложности в плетении кулака обезьяны у вас не возникнет вот если что-то не так или если что-то так то в любом случае я буду рад вашим вопросам комментариям вот ставьте лайки подписывайтесь на мой канал рекомендуйте его своим друзьям вот а я постараюсь оправдать ваше доверие до новых встреч друзья с вами был любомир борода всего вам самого хорошего будьте добры пока пока